Душица обыкновенная. Народные названия растения – кастоломная, мята лесная, блошничник, боровая и многие другие названия. Время цветения растения – июнь-август. Встречается почти повсеместно в России, за исключением Дальнего Востока и Крайнего Севера. Растет по кустарникам, лесам, степным лугам. Применяемая часть – трава и листья. Время сбора – июнь-август. Химический состав. Душица содержит эфирное масло, в которое входят тимол, корвокрол и терпены. Трава содержит также дубильные вещества и аскорбиновую кислоту. Применение. Душица широко применяется в народной медицине различных стран и является одним из популярных лекарственных растений. Она возбуждает аппетит, стимулирует деятельность кишечника, улучшает пищеварение, уничтожает спазмы желудка и кишечника, снимает тошноту, рвоту и головную боль, усиливает менструальные кровотечения и обладает патогонным, мочегонным, желчегонным, отхаркивающим, обезболивающим, успокаивающим, противосудорожным, антисептическим, противовоспалительным и рано заживляющим действием. Настой душицы принимают при простудных заболеваниях, кашле, удушье, туберкулезе легких с выделением мокроты и других болезнях органов дыхания и болезнях желудка и кишечника и как средство для регулирования менструации при их задержке. Душицу используют и как успокаивающее и легкое снотворное средство и применяют при плохом настроении и даже при нарушении психической деятельности. Настой также рекомендуют употреблять при отсутствии аппетита и как средство, способствующее улучшению пищеварения при недостатке желудочного сока и атонии желудка. Настой действует успокаивающе при перевозбужденном состоянии половых органов. Настой душицы нельзя употреблять при беременности. Душица входит в состав грудного, патогонного, ветрогонного сборов и сборы для полоскания горла. Наружно настой душицы в виде ванн, обмываний, примочек и влажных компрессов употребляют при рахите, золотухе, зудящих сыпях, нарывах, фурункулах и других кожных заболеваниях. Как размягчающие средства размельченные свежие листья или сухие и размолоченные листья прикладывают к различного родовоспалительным уплотнениям кожи. Сухие и стертые в порошок листья и цветочные верхушки нюхают при насморке и головной боли. При головной боли моют голову теплым настоем душицы и обвязывают ее головным платком. Травой душицы пересыпают одежду для предохранения ее от моли. Душицу заваривают и пьют как суррогат чая. Эфирное масло душицы раньше применяли при зубной боли. Масло душицы имеет приятный запах и употребляется для душки мыла. Способ применения. Первый. 15 грамм травы настаивать 2 часа в одном стакане кипятка. Затем процедить и принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Второй способ. Приготовить следующую смесь из травы душицы, травы мать и мачехи, их нужно взять по 5 грамм, и корень алтеи 20 грамм. Эти травы нужно смешать. Затем 2 чайные ложки смеси залить одним стаканом кипятка и настоять. Затем процедить. Пить теплым по полстакана 3-4 раза в день при болезнях органов дыхания.